всем привет 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 дорогие друзья у нас сегодня праздничный новогодний выпуск мы снимаем его на нашем заднем дворе под деревом манго если упадет на голову это будет прямо файл армия но выпуск все равно получится веселым о чем собственно хотели бы сегодня поговорить это новый год есть ли новогоднее настроение на побережье когда вокруг солнца пальмы песок океан нет привычной обстановки нет снега ну нету вообще наверное ничего привычного нам собственно как здесь отмечают рождество новый год что это для эквадорцев ну и собственно вот такая вот у нас сегодня будет праздничная тема давайте тогда начнем наверное с самого основного и действительно волнующего момента это есть ли новогоднее настроение на побережье вот давай у тебя есть у меня есть новогоднее настроение то есть я в принципе считаю что каждый создает новогоднее настроение сам себе самостоятельно и оно наверное не зависит ни от чего мы делаем его себе сами как же его делали мы ну наверное вот как мы его делали потому что новый год это же ну такой семейный наверно праздник наши семьи наши близкие наши друзья от нас далеко но тем не менее мы нашли возможность сделать подарки им они нашли возможность сделать подарки нам даже интернет у всех есть несмотря на то что мы на другом конце света мы начали готовиться заранее мы всех поздравили собственно верное со всеми созвонились со всеми поболтали что еще мы делали ну вот подарки подарили до всех поздравили нет на купили подарки себе между прочим нельзя про себя любимых тоже забывать также в принципе что касается новогоднего настроения то есть при когда выходишь там на улицу на у нас на побережье с алинаса на пляже на пляж там около пляжа стоит елка почему так замечательно украшена одни новогодними игрушками а кораллами и рыбами такая в морской тематике да представляете как это интересно здесь действительно что для нас было поразительно но вот это очень много обсуждали что тут все новогодние украшения они такие же как у нас то есть они такие же как в там россии либо ну там в каких-то странах снг то есть это также елки деды морозы это снеговики вы представляете снеговики и снежинки для меня это было конечно очень интересно увидеть потому что ну здесь же снега нет никогда здесь нет настоящих елок наверное таких как в нашем представлении мы привыкли их видеть но тем не менее здесь можно купить искусственную елку здесь можно купить снеговика гирлянду да хотя я не знаю как бы ну снеговика я имею ввиду искусственного конечно хотя для меня было странно увидеть этот атрибут нового года здесь где нет снега но как бы мне хотелось задать вопрос мы это обсуждали тоже с нашими друзьями эквадорцами а вы вообще знаете кто такой снеговик что это за снеговик почему он у вас здесь его это тоже приняли как атрибут рождества и нового года вот да действительно вот это что максим сказал в соленосе на побережье вот на главной набережной нам тоже действительно очень понравилось как вышли из ситуации с елкой то есть она действительно очень органично очень круто смотрится в морском стиле действительно с кораллами с рыбами это было интересно опять же торговые центры все украшены дома что мы с тобой видели дома на улице также елка гирлянда здесь гирляндами обматывают не только елки но и пальмы это в общем то тоже смотрится празднично опять же когда тепло когда хорошо буйство красок каких-то цветов зелени это тоже кстати говоря создает праздничное настроение потому что ну вот в москве когда мы жили может быть что на новый год снега ты нет и какая-нибудь серая грязь замерзшая и новогодним настроением так что же не очень попахивает собственно что еще для новогоднего настроения фильмы мы пересматриваем сериала да само собой начали продукты закупать для новогоднего шампанское оливье мы обязательно будем готовить купили все продукты собственно здесь в супермаркетах можно купить наверное все и приготовить все традиционные блюда нашего стола какие мы привыкли мы решили смиксовать у нас будет да и эквадорская и такая традиционная наверное новогодняя наша кухня ну вот наверное собственно это был манго чуть было не было про что мы обсуждали с самого начала между прочим кстати говоря манго то здоровые они вот такие вот где-то то есть если прямо попадет на башку то черепуху пробьет поэтому видите как мы мы практически снимаем видео с риском для жизни вот ну ну кажется все основное обсудили из того что как отмечают новое рождество то есть нам довелось буквально днях отмечал католическое рождество отмечалось то есть наши эквадорские друзья пригласили пригласили нас на рождество то есть рождество здесь отмечается кстати говоря с 24 на 25 декабря то есть рождество до нового года не как у нас после на там январских праздниках что понравилось то есть очень атмосферно это было аутентично то есть тоже стояла елка большая но естественно искусственная она была она была украшена разноцветными гирляндами шарами снеговиками дедами морозами какие-то подсветка такие маленькие как дома с подсветкой подсвечники это были я даже не знаю у меня есть фотография можно будет здесь что здесь вставить потом фотографию как мы отмечали да это было действительно очень красиво все пили какао все пили какао да все пили традиционное какао очень вкусно готовили рисовые пудинги еще что мне очень нравится у них в католическом рождестве они все все ставят такую прямой композиции я бы наверное это назвала рождение иисуса вот он маленький в колыбельке к нему приходят волхвы дарят свои дары да это это очень красиво это очень интересно что еще интересно на рождество здесь продаются куличи до продается куличи представляете как у нас на пасху а здесь их делают на рождество причем их можно купить в супермаркете прямо заходишь огромные разделы в хлебобулочных изделий да там есть куличи причем мы даже пробовали абсолютно такие же как наши да там с каким-то с изюмчиком там с глазурью еще с чем-то в общем мы были очень удивлены это вот что касается рождества что на новый год очень заметил интересный момент то есть на новый год у них принято сжигать чучело так называемого уходящего старого года то есть я бы это отнес больше что-то похоже на масленицу на как у нас масленица там чучело зимы сжигаются прощаются зимой а здесь прощаются с прошлым годом как с олицетворением там чего-то плохого что может быть было в твоей жизни и причем чучело здесь можно купить можно заказать с абсолютно любым изображением очень популярные политики звезды хотя можете там хоть фотографию там я не знаю своего кого-нибудь врага повесить на это чучело и его сжечь здесь в солидности все будут отмечать и сжигать на на берегу на побережье да я думаю что мы обязательно это мероприятие посетим да все снимем вот и потом собственно вам покажем вот ну что на этом наверное новогодний выпуск мы с вами заканчиваем до встречи уже в следующем году уже с наступающим праздниками наступающими праздниками дорогие друзья с наступающим новым годом ну а мы собственно у нас кстати говоря все праздники как таковые завершаются новым годом а у вас они только начнутся вот поэтому хорошо всем обязательно отметить увидимся в следующем году пока пока